Приветствую всех на канале Мирахерб, меня зовут Ольга и это вторая часть видео, посвященная продуктам с сайта iHerb, которые любит заказывать моя мама. Первую часть видео, где я рассказываю о ее добавках пищи, витаминах, вы найдете в ссылке в описании к данному видео. Сегодня же я вам расскажу о ее некоторых продуктах, которые на сайте заказывают, и о косметике по уходу за телом, лицом. Что ж, давайте не будем долго разглагольствовать, сразу приступим к тому, что стоит передо мной. Первое, это вот такой бестселлер сайта, который моя мама заказывает постоянно, это кокосовое масло. Сразу скажу, что больше она его использует в косметических целях, конкретно она его мажет на себя везде, куда вообще можно намазать. И самое главное, она наносит его на волосы. Дело в том, что волосы у нее достаточно, как она считает, ужасные, плохие, осветленные, считая их очень плохими, пористыми. И постоянно она их восстанавливает при помощи кокосового масла. И с ее слов, ее парикмахер отмечает, что волосы стали гораздо лучше. Сейчас хочу сказать, что мои волосы тоже не в самом лучшем положении дел. Я немножко поменяла свой образ, об этом я сниму отдельное, наверное, видео, такого болтологического характера. Суть в том, что она мне постоянно советует, напоминает, мазать кокосовое масло на волосы, мазать, ходить с ним, спать. То есть, это действительно для нее, это панацея от проблем с пористыми, плохими, сухими, высушенными, пережженными волосами. Если у вас есть похожая проблема, то это такой совет от моей мамы для вас. Действительно, попробуйте, купите. Я думаю, вы не разочаруетесь. Выглядит оно, Аня, давай открывай банку. Вот таким способом. Это белая субстанция. Дело в том, что хранит его моя мама в холодильнике. Но если вы будете его хранить в комнатной температуре, оно будет мягким. Сейчас оно очень твердое, вы придется буквально отколупывать ложкой. Нутива – это очень хорошая компания, которая специализируется на продукции с кокосовым маслом. Очень качественный у них продукт. И дело в том, что в России тоже есть так называемая Нутива, которая якобы выпускает кокосовое масло. На самом деле, это, как это сказать, помягче. Это нечестный производитель, потому что этот бренд производится только в Америке. У меня на этот счет есть тоже отдельное видео на канале. Тоже ссылку оставлю внизу. В общем, суть видео того в том, что если вы видите на территории России масло, кокосовая компания Нутива, которое произведено в России, это совсем не то, что производится в Соединенных Штатах Америки. Если вы действительно хотите качественный оригинальный продукт, то заказать у вас его есть возможность только на сайте Ахер. Будьте внимательны к своему здоровью и не доверяйте недобросовестным производителям. Дальше, что я еще из холодильника достала, это вот такой вот сок Алоэ Вера. Также мама у нее его пьет, добавляет в смузи. Сейчас покажу. Ну, как бы вот, не видно, да? Ну, в общем, его меньше половины осталось. То есть, тоже полезно для организма. Иногда мама его может перелить в поливилизатор и наносить на кожу, увлажнять. Ну, в общем, хорошо она относится к Алоэ, хранит вот эту баночку в холодильнике. Ну, и если говорить об Алоэ, то есть еще вот такой вот спрей у нее стоит в ванной с Алоэ, который она также наносит на кожу с целью ее увлажнения, да, и уничтожения, с тем, чтобы какое-то раздражение на коже убрать. Хороший спрей в составе только Алоэ. Вода, да, тоже его осталось совсем немного. Из этого делаем вывод, что средства хорошие. Обычно те средства, которые ей не подходят, моей маме она от них тут же сбавляется, считает, что не стоит он мне ее времени, терпения. То есть, она считает, что косметику она покупает для того, чтобы получать от нее удовольствие. И если ей не нравится, она не будет мучиться, там, беречь, жалеть деньги, потраченные на эту косметику. Скорее всего, она от нее избавится просто-напросто. Такой еще один спрей. Это тоже такой травяной тоник. Классная вещь. Также она его наносит на тело, на лицо, для того, чтобы тонизировать и увлажнить свою кожу. Вот такая запечатанная баночка с серумом. Это с пиктогенолом. Я тоже пользовалась такой вещью, покупала несколько раз. И мне тоже, правда, очень нравится вот этот серум. У него такая гелевая консистенция. Баночка запечатанная. Не буду вам ее открывать. Вот, но она неоднократно тоже и в моих видео мелькала, и моя мама тоже в восторге от этого крема. Это очень неплохо увлажняет кожу, быстро впитывается, поддерживает эпидермис на, в общем-то, достойном уровне. Такая абсолютно пустая уже баночка крема с ДМАЕ. Ночной крем. Какая задача у ночного крема? Это поддерживать кожу, бороться, возможно, с морщинами. И хочу сказать, что у компании Revival Labs достаточно хорошие средства. Банка абсолютно пустая. Мама сказала, что крем, в общем-то, неплохой. Но, конечно же, с какими-то глобальными проблемами он не справился. Ну, с такими проблемами, которые имеет кожа там в 55 лет, уже может, наверное, только скальпель хирурга справиться. То есть вы либо смиритесь с тем, что вы стареете, и признаки увядания, в общем-то, ничто не уберет, либо будете каким-то кардинальным методами бороться. Моя мама считает, что ее задача как бы немножко приостановить этот процесс. И надо сказать, что это ей удается. Дальше из косметики тоже она мне посоветовала, сказала, хорошая вещь, обязательно себе приобрети. Это вот такое вот масло для волос. Органовое масло заявлено, да, крупными буквами. Но на самом деле в составе есть еще другие масла. Действительно неплохая вещь. Но я его попробовала, пока вот у нее в гостях, на свои волосы скажу так. С целью для того, чтобы нанести, как несмываемый уход, для того, чтобы нанести и гулять с этим маслом на волосах, наверное, нет. Волосы становятся действительно очень жирными. И только что вымытая голова выглядит совсем не свежей. Но как ночной уход, опять-таки нанести на волосы перед сном, для того, чтобы напитать их, с утра помыть голову, да, очень хорошее средство. Так что, если есть проблемы с волосами, вещь неплохая. Может быть, я просто много его нанесла, не рассчитала нужное количество. Но состав действительно шикарный. И я думаю, что волосам от этого масла хуже не будет точно. Немного использовано, но, мама говорит, неплохо. Так, дальше что? Это, опять же, органовое масло у нас с дозатором. Органовое масло можно наносить на кожу, на волосы. Тоже, ну, как кокосовое, можно везде наносить. Внутрь не стоит. Но, если есть какие-то проблемы с сухостью, то, да, о пользе органового масла уже сказано, написано очень много в интернете. Если интересно, читайте. Производитель вот этот очень хороший. Что удобно? Здесь дозатор классный, да. И вот обязательно это темное стекло, что под воздействием солнечных лучей, полезные компоненты масла разрушаться не будут. Далее, от этого же производителя вот такая штука. Ее я советую всем, у кого проблемная кожа. Сама я заказывала такое масло, наверное, раз в пять точно. Это здесь у нас жажоба с маслом ромашки лечебной. Я наношу это средство на ватный диск. То есть на ватный диск я наношу тоник для лица, протираю. И на этот же ватный диск вместе с тоником я капаю несколько капель данного средства. Кожа действительно становится более очищенной, борется средство с воспалениями. Мне оно действительно очень нравится. Я посоветовала его купить своей маме, своей сестре. Обе они его купили и очень довольны. Запах у средства такой медицинский. Сами капли на вид такого зеленоватого цвета. Классная вещь. Такое средство от компании Инстанейчерл. Компания набирает сейчас обороты на сайте iHerb. Вернее, я бы даже сказала, что уже набрала их полностью. Многие очень хвалят продукцию этой компании. И это вот такая вот сыворотка для области вокруг глаз. Баночка огромная. И если использовать эту сыворотку только под глаза, то у нее, я думаю, выйдут все возможные сроки годности. То есть ее хватит... Мне бы ее хватило года на два точно. Знаю, что моя мама мазала ее по всему лицу. У них много сывороток. И хочу сказать, что сыворотки, которые предназначены для всего лица, это упаковки по 30 мл. И сыворотка для области вокруг глаз тоже 30 мл. Ну, объем действительно огромный. Сыворотка в баночке тоже пустая. В принципе, мама сказала, что средство неплохое. Такое солнцезащитное средство от компании Нитраджин. СП у него 70. Оно выполнено в стике. Мама у меня такой, да, любитель жарких стран. Давай, давай, помогай открывать. Покажем. Часто ездит, защищает свою... Вот, вверх крышку тащи. Оп. Да, ездит, защищает активно свое лицо и тело от ультрафиолета. Это средство она мне тоже советовала перед моей поездкой на море. Говорит, не жирное абсолютно. На лице не ощущается, не на теле. И она говорит, что ни разу с ним не обгорела. По-моему, Нитраджина компания в составе имеет химический фильтр солнцезащитный. Поэтому, если вы заморачиваетесь на этот счет, чтобы были только физические фильтры, тогда это нет. И обратите тогда свое внимание вот на такую вещь. Предназначена еще в детских товарах, да, солнцезащитные. Но если вы действительно сильно заморачиваетесь по фильтрам, вы сторонник только физических фильтров, то вот эта вот штука для вас. Я вообще придерживаюсь мнения, что в идеальном солнцезащитном средстве должны быть и химические, и физические фильтры. Но об этом я сейчас тоже не буду долго разглагольствовать. Есть отдельное видео на этот счет. Тоже ссылка будет внизу. Дальше у нас вот такой вот, это и гель для душа, и пена для ванн одновременно с магнием и с лавандой. Супер вещь. Мама приобрела ее по моему совету. Запах лаванды просто невероятный. Если вы любите лаванду, то я вам очень советую. Очень натуральный запах. Расслабляет. Вообще классно. Можно в качестве, как я уже сказала, пены для ванн использовать. Можно в качестве геля для душа. Опять же тут магний и лаванда. Это то, что нас расслабляет. То есть после ванны вот с этими вещами, двумя, вы будете спать как младенец практически. Дальше у нас это вот такой вот низ тоже для лица. Термобус. Это есть большой объем на сайте. Состав здесь огромный различных минеральных веществ. Это у мамы такая travel версия, она ее с собой брала. Маленькая баночка. Ну тут уже почти ничего не осталось. Говорит, что будет заказывать перед следующей поездкой, куда там жаркие страны, для того, чтобы освежить кожу свою, увлажнить ее. Ей очень нравится. И удобно для самолетов, куда не пускают с баночками объемом больше, по-моему, 100 миллилитров. Здесь 59 миллилитров. То есть в салон самолета спокойно можно пронести данное средство. Дальше это вот такая вот коробочка от компании Гималая. Это мама у меня, по всей видимости, подготовилась хорошо к осенне-зимнему периоду. Все, я вам ее открою. Это вот средство. Что-то наподобие нашего доктор Мом. На основе кокосового масла с различными эфирными маслами. Эвкалипт тут. Ну, в общем, если вы простудились... А, не иди открывать. Если простудились, и вам нужно растереть грудную клетку, намазать средство по подносу для того, чтобы дышать там парами эвкалипта. Вот видите, нужно же пользоваться. Дышать парами эвкалипта можно во время сна. Можно растереть грудную клетку, ноги надеть, теплые носки. В общем, процесс выздоровления, думаю, что пойдет быстрее и приятнее. Во всяком случае, можно избавиться от головной боли, от этой простудной. Так что, если тоже любите лечиться подобными средствами, то обратите свое внимание. Сейчас прям запахло даже. Вот, Аня говорит, что прям запахло свежестью, да? Так, и что последнее хочу вам показать. Это вот такой вот порошок корня имбиря. Да, имбирь у меня мама тоже очень любит. Постоянно делает чаи с имбирем, особенно в холодное время года, для того, чтобы согреться. Масса тела у нее, скажем, такая очень небольшая, приближается к идеальной. И жировая прослойка минимальная, поэтому, ну, человек мерзнет просто-напросто, да? И вот, чтобы согреться, она делает сейчас там с облепихой различные. И вот корень имбиря тоже часто используют. На херп можно не сомневаться в качестве данного продукта, в том, что он органический, там, экологически чистый, выращенный. Я не знаю, там, в каких уголках нашей планеты, куда иногда человек, наверное, даже не ступало. Так что, если любите имбирь, то можете тоже иметь данный продукт в виду. Вот, в общем-то, и все мое видео. Стол, как вы видите, абсолютно пуст. Обо всем вам рассказала. Подписывайтесь на канал, пишите там свои вопросы в комментариях. Ставьте лайки. Это помогает все-таки развитию моего канала. Если вам видео не нравится, ставьте дизлайки. Все мы люди, у нас у всех разное мнение, может быть, на одни и те же вещи. Всем пока, до новых встреч!